Друзья, приветствую! Кирилл из Нижнего Новгорода прислал образцы масла Amsoil подписная серия 520, синтетическое моторное масло, образец свежего, так выглядит отработка. Масло эксплуатировалось в автомобиле Ford Explorer 5 2019 года, своеобразной шестеркой 3,5 литров атмосферный, отшитый на 300 сил, стоковый 249, с общим пробегом 114 400 примерно километров, пробег на масле 9300 километров, 256 моточасов и топливо используется Газпром, Лукойл, Роснефть, все 95. Давайте посмотрим первым делом на что похоже данное масло, какие совпадения. Близких совпадений ни с кем нет. Видно, что масло стоит сильно особняком от остальных, по крайней мере из того, что я проверил, но весь список, вот я смотрю весь список по совпадениям, это масла с приличным содержанием эстеров, и равенол, вот несколько у меня тут образцов я проверял, ВМП, и Xtreme, Xline, и Novus, и Devon, Татнефть, Люкс, Пау, и Mobil 1, старая формула LV, и Равенол, и Dxg, и Mobil ESPX3 тоже старый, и Novus Titan, ну прям вот видно, что здесь девайс по эстеровому пику ориентировался. Далее скрин с составом базы. Посмотрите, насколько база данного Amsoil превышает всех конкурентов того, что я нашел у себя уже из проверенных масел в вязкости 5,20, за исключением одного масла Polymerium X Pro 2 тоже 5,20. Посмотрите, линия в линию, максимальное содержание в Amsoil Pau и максимальное содержание Polymerium в базе. То есть я думаю, что выше уже пик достичь невозможно, прям один в один. Интересно. Не думал, честно говоря, что кто-то из производителей мировых вот так прям. Ну, Amsoil серьезная компания. Так, следующий у нас скрин, это у нас сукцинемиды и эстеры. Так, и здесь видим тоже два масла стоят особняком, по сукцинемидам тоже один в один, и Amsoil и Polymerium. Единственное, у Amsoil побольше эстеров, но здесь один есть нюанс. У Polymerium присутствуют еще и нафталины, поэтому здесь как минимум паритет должен быть. Вот, нафталины и эстеры по действию очень близки. Вот, ну, вот здесь как-то так. Я думаю, что Polymerium однозначно по вот этим двум скринам могу сказать, что не хуже Amsoil, но дешевле значительно. Поэтому можно рассматривать как замену альтернативу. Так, давайте данные посмотрим по-свежему. Вот Amsoil SS, Сигнатур серия. Так, заявлен как Эльсак 5, JF5. Ну, по окислению видно почти, ну, 54 с половиной окисления. Видно, что много здесь эстеров, они же забивают противоизносные пики, их не видно. Обычно в таких маслах фенольных 0,22 антиокислителей, ой, много аминных, 1,45, прям много. Щелочная 11,26, ого, очень высокая. И, честно говоря, невысокая кислотная 1,66, для такого прям масла, мне кажется, невысокое значение. Рабочая вязкость при 100 градусах 8,74 сантистокса, да, соответствует двадцатке. И вот по версии прибора эстеров здесь 9,32 процента. Ну, возможно, 10. Вот, просто я уже объяснял как-то, что на разных эстерах там коэффициент отличается, то есть разные может значения давать, ну, с небольшой, скажем так, погрешностью. Так, данные по отработке. Ford Explorer 3,5. Так, по версии прибора здесь немного присутствует бензина. А, да, кстати, по бензину не видел бензина, пока я одну десятую не добавил, то есть где-то здесь 0,7 должно быть. Нарастает постепенное окисление, нарастает нитрование, ну, противоизносные, я уже объяснил, их не видно из-за эстеров. Фенольные подсработались, ну, их было 0,22 и стало 0 вообще. Так, аминные антиокислители, остаток почти 55 процентов, ну, еще присутствуют, работают они. Так, щелочное 5,63, ну, еще достаточное такое, приличное. Кислотное 2,8. У нас чуть более чем на, выросло на единицу, да, похоже на ПАО масла, там кислотное медленнее нарастает. И интересный момент, по версии прибора есть некоторое небольшое загущение. Интересно, эстеров в отработке чуть меньше, чем было в 8,57. Также присутствует 0,04 воды и 0,02 сажи. Ну, это уже особенности работы мотора, можете, эта свечка пропускает там или какие-то пропуски есть, ну, или топливо, не знаю. Так, давайте покажу, вернее, посмотрим, что с вязкостью. Ну, здесь не ярко выражен, но мне кажется, есть, да, есть некоторые загущения. Загущение это чаще всего или серьезный перекат, здесь переката однозначно нет. Вот, соответственно, следующий вариант, это чуть забедненная смесь. Забедненная смесь дает, значит, повышенную температуру в камере сгорания, она и загущает масло. Здесь прошивка, как мы помним, скорее всего, чуть-чуть забедненная, и поэтому вот такие результаты. Ну и прогноз, значит, по, что было, что стало, моющие нейтрализующие свойства, 350 моточасов, 12700 километров, а по оксидам азота вроде нормально, 750 прогноз, то есть мотор работает хорошо, ну и по вязкости вопросов нет. Значит, чуть, ну, по графику, если нижнему по полоске ориентироваться, то чуть-чуть забеднена, хотя, в принципе, современные моторы чаще плюс-минус так и показывают. Я думаю, значит, интересный момент, Амсуэл у себя на сайте официально заявляет, значит, масло 25 тысяч километров или 400 моточасов, это нормальные условия, для сложных условиях 15 тысяч километров и, опять же, 400 моточасов, в любом случае, значит, или 15 или 400 моточасов. Я думаю, что 400 моточасов масла, вот, если максимально его отжимать, оно пройдет, 350 плюс здесь, видите, загущение, это значит, температура повыше, значит, окислительные реакции проходили быстрее. Скорее всего, вот такое загущение несколько сократило ресурс масла, поэтому вот это первое и второе высокий уровень субцинеминов, то есть масло может быть уже мертвое, но будет оно эффективно удерживать в себе все вот эти, всю грязь, которая образуется, чтобы оно не выпадало на деталях двигателя. За счет этого можно продлить срок службы масла, вот таким образом, как бы концепция лонг-лайфа построена, на мой взгляд. Поэтому я думаю, что 400 моточасов, если максимально отжать масло, оно пройдет, вот, согласно рекомендациям самого Амсуэла, но, честно говоря, не рекомендую никому вот так выжимать масло, то есть в итоге все равно это отразится негативно на двигателе. Лучше не покупайте дорогое, прям дорогое-дорогое, лучше купите подешевле масло, но почаще поменяйте для мотора, это только плюс. Вот такое получилось видео, на мой взгляд, интересное, и вот нашлась альтернатива данному дорогому маслу в виде полимериум-экспорт 2,520. Ну, смотрите уже на тут, как говорится, на свое усмотрение. Благодарю Кирилла за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаем всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!